Танки Шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки Шоп на YouTube. Всем привет, друзья! С вами Маракайси. Сегодня я хотел бы продемонстрировать бой на танке Леопард 1 на карте ТОП. И тут играет довольно скилловый игрок. Вообще бой с демонстрацией, скажем так, умений правильно действовать на танке Леопард 1. Как нужно аккуратно наносить урон и при этом в большом количестве. Вначале получается тут пробить ТА-49, который внезапно зачем-то поехал вот в это место. Наверное, думал, что его поддержат союзники, он сможет отсюда как-то дамажить. Ну, в итоге он просто взял и нелепо слился. Ну, игрок, конечно, не таранит противника, а то есть такая вот привычка разогнаться на полной скорости, как в таранится в противника. А зачем? Если он и так уже труп, ты тем самым себе потратишь только прочность. И это, конечно, весело, но не особо и нужно. Итак, еще один враг тут засвечивается, это ИС-7. И также еще и ТИП-4 Хэви вдалеке появляется, но он подставляет свои борта и отхватывает туда, в принципе, очень даже нехило так почти на все свои ХП. И, в общем-то, нужно допиливать японца этого неосторожного. Кумандативные снаряды позволяют без проблем пробивать броню японцев. Вообще, пушка одна из самых комфортных и точных пробивных в игре среди СТ. Лично я обожаю пушку Леопарда, но сам танк очень картонный, почти что у него нету брони, только если повезет как-то маской вытанковать. И поэтому приходится играть на нем очень осторожно. Но, как вы можете видеть, даже вот в ближнем бою на Леопарде можно действовать весьма агрессивно. Да, игрок постоянно светится, да, есть вероятность, что тяж какой-нибудь по нему попадет, но при этом он действует грамотно, аккуратно, не подставляет какие-либо уязвимые зоны. Вообще старается не рисковать и не подставляется вообще, что совершенно верно для Леопарда, потому что любой небольшой момент, где ты подставляешься, уже приводит к тому, что ты потеряешь ХП. Итак, наш герой уже 4000 урона нанес, но благодаря, конечно, ошибкам врага и плюс еще союзники все-таки помогают, они там вытанковывают и отвлекают врагов. Ну и, конечно, Леопард этим с удовольствием пользуется, выезжает и расстреливает неприятелей, пока они отвлечены. Ну вот дальше Леопард решает предпринять вот такое вот рискованное действие, нападает он на ПТшку, но при этом разок отхватывает от Е100. Ну все-таки тоже нужно, скажем так, распределять урон равномерно по команде и не только, скажем так, кресить и не подставляться, хоть это и Леопард, но тоже, наверное, стоит иногда как-то аккуратненько продавить, взять на себя инициативу. Но в любом случае игрок потерял немало прочности, уже 1000 хп у него нету, в итоге 900 хп всего осталось, ну чуть меньше и, в общем-то, уже больше не подставляешься. Засвечивается тут рядом вражеская ПТшка, СТРВ-103-0, союзный Е50М подъехал, отвлек ее и сейчас, возможно, можно дать ей плюху, пока она отвлечена, но тут рядом противники, тут Т-55А мешает и игрок сосредоточился на том, чтобы по СТшке пострелять пока что. Ну и два раза дает ей плюху, заметьте, все-таки, какой хороший ДПМ у Леопарда и точность, практически долго он там не думает. Свелся, выстрелил, нанес урон, ну а сейчас игрок понимает, что, скорее всего, нужно ретироваться отсюда, Еписи уже не спасти никак, там врагов слишком много, и Леопард даже тут написал, чтобы Еписи уехал, но, честно, признаюсь, я на Еписи играю, ну, как признание, в смысле, я имею в виду, что очень медленный танк среди СТ, ну, то есть, не совсем он медленный, но скорости ему, откровенно, не хватит, чтобы свалить, и уже он там обречен на смерть. Ну, хотя бы игрок не потерял прочности еще и смог подамажить противников, и дальше уже спокойненько оттуда уехал. Ну, и пока что Еписи еще жив, как ни странно, пытается там крутиться, вертеться, но, вряд ли, долго он еще продержится. Некоторые из врагов уже поджались к этой стороне, тут и СТ-шка Т-55А и Т-54 облегченный, игрок решает СС-ку и СТ-шку именно разбирать, и удачным выстрелом с поджогом, ну, берет и уничтожает ее. Ну, и также Центурион Экшн-Х уже поджался прямиком к базе, нужно тоже как-то помочь союзнику справиться с ним. Ну, и хорошо было бы, конечно, забрать еще Т-54 облегченного, потому что он тут мешается, посвечивает, и еще и может спокойно пробивать нашего Леопарда, но сказывается слабое бронирование, любой враг, даже ЛТ, спокойно наносит урон Леопарду. Итак, игрок аккуратненько выжидал тут Центуриона, дал ему плюху, далее откатывается назад, Центурион умудряется промазать на ходу, союзник его добирает, наверное, тем самым благодарит Леопарда за то, что он вовремя подъехал на помощь. Светится тут ПТ-шка, FV4005, игрок, конечно, с удовольствием ее дамажит, ну, сейчас немножечко рискованно было, так как Бабаха могла с вертухи выстрелить, но вряд ли бы она попала в таком случае, хотя ВБР, скажем так, еще никто не отменял и могло и повезти ему. Ну и игрок едет за Т-54 облегченным, Е100 союзный на миникарте, как вы можете видеть, зачем-то поехал вперед, вот этого не стоило делать сейчас, нельзя, скажем так, действовать разрозненно, нужно, наоборот, играть тимплейно, играть вместе и ни в коем случае не разъезжаться, куда попало. Ну, Леопард, понятно, он может там разведку какую-то произвести и поехать на другой фланг. Получилось забрать тут FV4005, ну, ПТ-шка опасная и хорошо, что получилось ее деквидировать, потому что рано или поздно, как вы наверняка знаете, и палка раз в год стреляет, ну, и он мог кого-нибудь из союзников сваншотить. Игрок решает занять позицию в квадрате J1, вернее, J2 даже. Оттуда как раз должно быть видно ПТ-сал вражескую Т95. Если удастся по ней пострелять в борт, то это будет просто замечательное. И действительно, ПТ-шку видно, она откатывается назад, тем самым подставляется. Правда, игрок сам тут засвечивается все-таки, и теперь ПТ-шка знает, что он тут находится. Ну, она, правда, вообще что-то такое невообразимое вытворяет, пытается уехать. Естественно, на медленный Т95 куда-либо деться сложно. Игрок в итоге без проблем разбирает ПТ-шку в корму за счет хорошего ДПМа. Наносит ей чрезвычайно большой урон. И уже, кстати, общий дамаг за бой 9563. Это довольно хорошая цифра. Это почти 10 тысяч урона, но еще есть вражеские танки, по которым можно пострелять. Да и вообще, скажем так, результат этого боя под вопросом, под большим, будет ли тут победа, это еще не факт. Нужно сейчас тащить и стараться как можно больше дамага влить, как можно больше врагов уничтожить для того, чтобы победить в этом бою. Игрок опять-таки не стоит долго на одном месте, пользуется своей динамикой и постоянно, в общем-то, передвигается по карте, постоянно ищет возможности беспрепятственно раздамажить врага. Но вот сейчас, видимо, игрок понял, что противник на тяжелом танке поджался в квадрат G6. Сейчас он очень даже уязвим, если его объехать, то можно будет стрелять ему в корму и борта. Вот его, в принципе, хорошо видно, так как маскировка у леопарда довольно хорошая, если чуть дальше отъехать, там, встать в кустик, то, в общем-то, игрок, возможно, и не будет даже светиться. Снова он обнаружил вражеского тяжа, дают ему плюху в борт, противник не видит, нет, все-таки видит засвечивать нашего героя, но, тем не менее, еще раз удается по нему отстреляться, а далее он туда переваливается на другую сторону и едет к союзной ПТ-шке СТРВ, которая там пока что еще живет, но вряд ли долго она сможет еще прожить, ХП у нее нету. Да, и действительно ее все-таки уничтожает. Игрок подкатывается чуть ближе, сейчас нужно как можно быстрее добирать шотные танки, Т-95. СТРВ непонятно, где вообще находится, что-то не светилось давно. Не получается попасть по тяжу, не очень-то и хорошо, сейчас далеко назад отъезжать слишком опасно, так как, может быть, СТРВ тут простреливает. Не получается пробить тяжа в борт, в коммунитивный снаряд все-таки. Игрок решает слева этой горы подъехать, может быть, тяж не будет этого ожидать. Сейчас, конечно, на стороне Деопарда точности и стабилизация на стороне тяжа очень большая альфа, если он попадет, то будет крайне больно. Выстрел по тяжу и непробитие ВЛД. Такие вот небольшие ошибочки уже присутствуют, но на кону победа в эпичном бою, поэтому волнение, конечно, присутствует наверняка. Получается тяжа забрать, но он как-то нелепо отстрелялся и уже 11 тысяч урона. Сможет ли игрок затащить этот бой? Делайте ставки, друзья. Два противника осталось. Т-95 есть РВ. Игрок аккуратно высовывается, засвечивает ПТ-шку и без раздумий умудряется ее уничтожить. Т-95 смотрел в другую сторону, но не получается точно по нему отстреляться. Игрок, видимо, не попадает в лючок, а попал в бронированную часть рубки. Далее он все-таки решает, что нельзя снова высовываться на Т-95 и решает объехать ПТ-шку снизу. Ну, возможно, она этого ожидать не будет. В любом случае, это гораздо, в общем-то, грамотней и разумней, чем просто лезть на нее. Но оказалось, что ПТ-шка это предугадала. Тем не менее, она умудрилась промазать. И теперь осталось только ее пробить. Игрок выцеливает НЛД и забирает неприятеля. Все это происходило уже на последних секундах боя. Но, тем не менее, победа. Основной калибр и воин. Ребятки, в этом бою 11305 урона, 6 фрагов. Довольно неплохой результат. Можно даже сказать, что топовый результат. Потому что обычно бои там 10 тысяч урона. Тут даже больше 11 тысяч. Это вполне даже престижно, я считаю. 2355 опытный игрок получил с премом. В небольшой минус ушел. Ну, так, в принципе, особо расходов нету. А результат приятный. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. Пока.